Роман Сергей Ноль, Иван Сергей Сергей, Радио 4, Украина, Анна Борисовна. Добрый день, приветствуем Международную космическую станцию. Слышим вас, пятерка, девятка, как слушается нас век? Отлично, вас слышим. Я Роман Сергей Ноль, Иван Сергей Сергей. Для вас работают Александр Олег и Максим. Надо приветствовать вас. Да, мы тоже вас приветствуем. Здравствуйте, у меня зовут Владислав. У меня возник такой вопрос. В каком возрасте вы захотели стать космонавтами? Если, ну, для вас сейчас на связи Александр, поэтому, в принципе, получается, что у меня не сбылки в наборе, но случилось так, что потом его позору очистили, поэтому я родился в Звездном Городе. Я не знаю, что он отправил, что он отправил, что он отправил, что он отправил, что он отправил его, но вот, и его защитил, его мечтаю. Что вы чувствовали, когда покидали родную планету? Что вы чувствовали, когда покидали родную планету? Ну, во-первых, это, конечно, для тех, кто первый раз улетает в космос, это, что вся эта пленющая подготовка закончилась, и началась работа, которые так долго готовились. Вот, а для тех, кто, в следующий раз, понимает, уже, насколько ответственная задача и готовится льня на земле, а теперь начинается работа, то есть мы уходим туда, где мы будем работать полгода. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Камиль. Посещали ли вы кружки? Если посещали, пригодились вам знания, приобретенные к кружкам? Конечно, посещали. Радиолюбительский кружок, судомодельный, ракета модельная, и это очень пригодилось. И многие мечты, которые были, ну, заложены в кружках, они воплотились в жизнь, так что их посещать надо обязательно. Здравствуйте, меня зовут Ярослав, у меня возник такой вопрос. Какими увлекательными занятиями можно увлечь на досуге? А, не знаете, что я... Да, 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 да. Мы экономим время. Спасибо. Какими увлекательными занятиями можно увлечь на досуге? Спасибо, говорите. Про Розаевку дайте прописать. Про Розаевку задайте вопрос. Про Розаевку задайте вопрос. Следующий. А, нельзя? Роман Сергей 0, Иван Сергей Сергей, радио 4, Ульяна Анна Борис. Как слышишь нас? Прием. Роман Сергей 0, Иван Сергей Сергей, радио 4, Ульяна Анна Борис. Как нас слышите? Прием. Роман Сергей 0, Иван Сергей Сергей. Ну, зачем? Роман Сергей 0, Иван Сергей Сергей. Как вы нас слышите? Прием. Сейчас нормально слышу. Здравствуйте. Меня зовут Ярослав. У меня возник такой вопрос. С какими увлекательными занятиями можно увлечь на досуге? На досуге, но времени у нас свободы, на самом деле, очень мало. Но все то свободное время мы посещаем на соблюдение за Землей. Спасибо. Мы готовимся к следующей работе. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Артем. Вы посмотрели фильм Роскосмоса. Восьмическое десея 21 века. В одном из эпизодов рассказывается про фотосъемку. Скажите, если у вас будет время, вы сможете сделать снимок нашему городу Роскосмосу и прислать его нам? И сколько времени уделяет нам фотосъемку Земли? Конечно же, Роскосмосу не сложно, потому что оно далеко от нас находится, под большим углом, под малым углом. Ну, мы попробуем. То есть, если совпадут такие обстоятельства, что мы будем пролетать как можно ближе, давай, рядом с вашим городом, то мы обязательно его сфотографируем. Ну, а время мы уделяем где-то до часа, до полтора в день на съемку. Ну, это все вместе суммировать время, потому что, ну, это минутки накапливаются, ну, где-то до часа. Спасибо, Скажите. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Белянушкин Андрей. Можно вам задать вопрос? Что вам больше снится, планета Земля или космическая станция? Как снятся меня, которые у вас не бывают? Конечно же, больше снится Земля. И чем больше она проходит, чем мы проводим время на станции, тем больше она снится. Скучаем по ней. Спасибо. Спасибо. Сколько воды нужно для одного космонавта на весь полет? Есть ли ограничения на ее использование? Ну, воды, ну, примерно до двух с половиной литров в день уже воды космонавта в один день. Ну, и можно посчитать, у нас где-то примерно полгода 180 суток умножить на двух с половиной литров. Это примерно для одного космонавта. Ну, ограничения, конечно же, есть. То есть, вот этот лимит лучше не превышать, потому что у нас лимит по тому количеству воды, которые на станции. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Владислав. Сейчас мой вопрос. Есть ли на МКС внутрикорабильное радио? Какую музыку предпочитаете слушать в космосе? Внутри карамидного радио, конечно, нет. У каждого есть свой проигрыватель. У него можно закачать музыку. Или на компьютере поставить для всех. И можно слушать, конечно же. Ну, а радио у нас только в записи. Вот что, что нам присылает, психологическая поддержка Земли, мы его слушаем. Спасибо. Радио Сергей Ноли, Иван Сергей Сергей, радио 4, Ульяна Анна Борис. Спасибо за ваши ответы. Всего доброго. Отличного полета. Хорошего, рабочего дня. Всего доброго. 7-3, пока-пока. Спасибо вам за связь. Роман 4, Ульяна Анна Борис. Было очень приятно. Подняли нам настроение. 7-3, всем хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.